Добрый вечер, в студии Ирина Евгеньева. Новости информбюро традиционно начнутся в 20.00, ну а прямо сейчас полезная информация. До конца года 60 тысяч казахстанцев бесплатно пройдут курсы финансовой грамотности. Такую возможность жителям сельской местности предоставили Халык и партия Манат. В мае они запустили проект Карасаскугам. Чему именно обучают слушателей курсов и какие результаты уже есть, расскажет автор проекта ЖУС Жил Халык-Пенберге Мадина Исимбаева. Добрый вечер. Более 50 тысяч жителей со всех регионов страны уже прошли обучение по проекту «Общество без долгов». Курсы финансовой грамотности для сельского населения стартовали 2 мая. Программа реализована благодаря акции «100 добрых дел», проводимой в честь столетия Халык. До конца года необходимые знания в области финансов получат еще 10 тысяч казахстанцев. В конце апреля представители Халык и партия Манат подписали меморандум о сотрудничестве. И уже с мая подготовленные тренеры выезжали в регионы страны и проводили занятия. Как оказалось, у большинства жителей страны имеются финансовые трудности и просрочка по кредитам. В целом в Казахстане полтора миллиона человек имеют просрочку, превышающую три месяца. Всего займы имеют более семи с половиной миллионов человек. Эксперты на месте объясняют слушателям, как можно снизить долговую нагрузку путем рефинансирования займов. Помогают людям также приостановить недействующее ИП, подать заявление на банкротство и не только. Представители банка и партии выезжают в регионы и встречаются с участниками проекта Харасасхогам лично. Постоянно проводят промежуточные итоги, отмечая, что поступающая обратная связь носит положительный характер. Люди говорят, что специалисты разъяснили им, как правильно вести семейный бюджет, формировать свои потребности, строить финансовый план. Благодаря этому многие решили открыть депозиты и заняться накоплением. Проект Харасасхогам реализован в восьми регионах страны. Так только в Алматинской области курсы финансовой грамотности прошли около шести с половиной тысяч жителей. Какие именно знания они получили и что изменилось в их жизни, давайте посмотрим в видеоматериале. Начиная с весны финансовой грамотности от Халык и партии Аманат обучились более 50 тысяч сельских жителей с разных регионов страны. Занятия проходят для всех желающих абсолютно бесплатно. Анализ проекта Харасасхогам показывает, что большая часть слушателей живет без учета доходов и расходов семейного бюджета, накоплений, не знает о программе банкротства. Самый такой интересный кейс это была Женискуль, которая попала в 16 лет в аварию и она инвалид второй группы. И ее мечта открыть свой цех, но она не знала, как построить бизнес-план, она не знала, что такое, как правильно делать налоговые отчисления, как элементарно открыть индивидуальное предпринимательство. И вот здесь на самом деле бизнес-тренера и мы, как Халлбанк, помогли им в этом начинании. И теперь она готова предоставлять рабочие места и помогать другим женщинам. Во время курсов слушателям оказывается и юридическая помощь. Проводятся индивидуальные консультации. Финэксперты помогают участникам снять аресты, собрать документы на льготное кредитование, разработать бизнес-планы, подать заявления. Только из Алматинской области прошли обучение финансовой грамотности 6434 сельских жителя из девяти районов. Специалисты помогли участникам рефинансировать займы, приостановить ИП, подать заявление на банкротство и другое. Служители рассказали свои истории о том, как смогли решить финансовые проблемы. Здесь как бы помогли. И сняли аресты, и в обработку взяли, ну то есть в процедуру взяли, в несудебное банкротство. Я не знала много чего. Мне сейчас вот интересно, я бы хотела дальше двигаться, помогать и другим. Я брала 800 тысяч тенге. Вовремя не могла их погашать, поэтому пришла на курсы по проекту Харс Соскова. Во время консультации от опытных специалистов получила нужные знания о том, как правильно вкладывать деньги и как экономить. Участники курсов считают, что проект очень необходим. Он оказывает реальную помощь. Ведь многие смогли открыть свое дело, другие расширили мини-бизнес, а также теперь помогают другим повышать финансовую грамотность. Программа реализована благодаря акции «100 добрых дел», проводимой в честь юбилея Халык. В целом, Финниститут проводит большую работу в направлении благотворительности и решении социальных вопросов. Только за последние три года на поддержку спорта, культуры, образования, здравоохранения и помощи нуждающимся семьям банк направил 50 миллиардов тенге. Поддержал Халыки партию «Аманат», которая обратилась с идеей о реализации проекта «Общество без долгов». Первый год экспериментальный. Мы понимаем, что проблема закредитованности охватывает очень большое количество людей. На сегодняшний день мы обучили 50 тысяч человек. Заделал на этот год 60 тысяч. В следующем году планируем 200 тысяч. Рамки проекта «Общество без долгов» они шире, чем просто обучение финансовой грамотности. В следующем году бесплатным обучением финансовой грамотности планируется охватить в четыре раза больше жителей страны. В планах проводить такие занятия также для школьников, студентов колледжей и вузов. На этом у меня все. Далее вас ждут новости.